Новости на государственном телеканале Западной Армении. Главные темы дня. Защита армянского наследия 6-й летний университет Арменак Абрамян. Ценная миссия Гильермо Караманян. Очередное заседание Национального собрания Западной Армении. Потомок переживших геноцид призывает к глобальным действиям. Будет ли вновь открыт золотой рудник Сотка? История исламизированной женщины, пережившей геноцид в фильме «Любимая Эф». Отда богини Асты из древнего армянского артара Матьяна Курмарут Аракелян. Национальный совет Западной Армении организовал 6-й летний университет, посвященный сохранению и развитию армянского наследия. Мероприятие состоялось 8 сентября 2024 года в армянской церкви Нотр-Дам-де-Нарек-Леона, имеющей символическое значение для армянского духовного и культурного наследия. После мероприятия к присутствующим обратился президент Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, высоко оценив роль летнего университета в защите армянского наследия и передачи следующим поколениям. Господин Абрамян подчеркнул, такие инициативы имеют важное значение для сохранения идентичности армянского народа, так как способствуют передаче наших исторических ценностей молодому поколению. Отметив, летний университет является образовательной и идеологической платформой, способствующей сплочению армянского народа и признанию нашей культурной и исторической идентичности. Это была исключительная возможность еще раз вспомнить наше историческое наследие, нашу многовековую историю, нашу национальную идентичность, которая формировалась на этих землях на протяжении тысячелетий, подчеркнул Абрамян. Господин Абрамян добавил, Западная Армения, как правоприемник армянского государства, установленного Северским пактом 1920 года, продолжает представлять и защищать права и интересы нашего народа на международных платформах. Наш народ имеет одно армянское государство, а именно Западную Армению, которое де юре основано на наших национальных правах, закреплено в Северском пакте. Армян Абрамян призвал к сплочению, усиливая национальное единство, поскольку только совместными усилиями можно преодолеть вызовы, стоящие перед армянским народом. Мы должны продолжать заявлять о справедливых требованиях нашего народа и сохранять нашу национальную идентичность, передавая ее будущим поколениям, завершил Абрамян. Ценная миссия Гильермо Караманян. Все присутствующие имели возможность услышать двух руководителей Республики Западной Армении, которые многократно выступали в Организации Объединенных Наций в защиту прав армянского народа. Это действующий президент Лития Маркусян и первый президент Республики Западной Армении Армена Кабрамян. Они занимаются этим с 2006 года и по сей день представители Западной Армении постоянно присутствуют в ООН. Они представляют важные структуры, такие как механизм экспертов по правам коренных народов и Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности, где голос Западной Армении звучит как голос коренного исторического многотысячелетнего народа, который более 8 тысяч лет жил на этих землях и которые около 100 лет назад были захвачены Турцией и Азербайджаном. Здесь подчеркиваются долгосрочные факты, которые скрыты как от граждан Республики Армения, так и от армян, проживающих в различных странах мира. Эта патриотическая деятельность частично скрывается. Вы не слышали или не видели это? Это не показывают по телевидению, это не звучит по радио и не публикуется в армянской прессе. Это означает, что политическое руководство нынешней Республики Армении и диаспоры пришло к соглашению о том, что для всего армянского народа должна существовать только нынешняя Республика Армении и ничего больше. Это требование международной политики. Однако, как не могут скрыть солнце, так и не могут уничтожить армянское государство, признанное одними из самых авторитетных государств мира в 1920 году. Не могут отнять у нас наше армянское гражданство, так как это неотъемлемая часть нашего существования и нашей идентичности. Мы, руководители и граждане Республики Западной Армении, опровергаем это положение и смело заявляем миру, что мы граждане армянского государства 1920 года и сейчас граждане Республики Западной Армении как преемники этого государства. Такие мероприятия служат для раскрытия скрытой реальности и демонстрации ее вам, армяне и армянке, которые сейчас нас слушают и наблюдают. Мы должны принять решение, должны иметь позицию. Безразличие работает на нашего врага. Мы должны ответить на эти вопросы. Территория, где разделить наши предки, сегодня захвачена врагом. Она принадлежит Республике Армении или Турции. Мир в 1920 году сказал, что эта земля армянская. Что вы скажете в 2024 году? Ответ на этот вопрос определяет будущее армянского народа. Вы сами решаете свою волю. Если вы считаете, что единственная Армения – это нынешняя республика Армения с площадью 29 743 квадратных километра, и что армянские земли, которые на протяжении почти 100 лет находятся под оккупацией Турции, больше не являются армянскими, то я скажу, что все эти мнения ложны и лишь внешне выглядят правоподобными, но при более глубоком рассмотрении оказываются необоснованными. Подумайте, возможно ли, что с таким мышлением мы невольно станем соучастниками геноцида, так как они незаконно захватили наши земли именно через этот геноцид? Пишу вам, армяне, которые меня слушают. Вы будете решать ваше будущее. 11 сентября прошло очередное заседание Национального собрания Республики Западной Армения. Заседание вела председатель Национального собрания Нелли Арутюнян. В повестку дня были включены несколько важных вопросов, на основе которых обсудили текущее политическое и культурное развитие страны. В первой части повестки дня было рассмотрено расписание официальных мероприятий Республики Западной Армении на сентябрь. Темой обсуждения стали вопросы, связанные с конференцией «Богиня Анаит», которая состоится 15 сентября 2024 года, также вопросы, касающиеся встречи в ЗУМ и разработки повестки дня. В завершении заседания члены парламента обсудили текущие вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой страны, экономические вопросы, также реализацию культурных проектов. Были представлены различные мнения и предложения, которые помогут определить будущие шаги для развития Западной Армении. Ева Григориан из Гюмри, ныне проживающая в Вашингтоне, вспоминает тяжелые воспоминания предков, переживших геноцид. Вспоминая истории жестокости, потерь и выживания, Ева подчеркивает ту боль, которую армяне ощущают по сей день. Основываясь на семейной истории, Григориан привержена сохранению армянской культуры и требованию справедливости. Живя как наследница геноцида, я часто испытываю смешанные чувства. Часто вспоминаю вечерние беседы с мамой и папой о жестокостях, которые пережили наши родные. Мой отец рассказывал, как бабушка и дедушка были вынуждены покинуть деревню Алашкер, ныне в Турции, вспоминая, как в летнюю жару видел поля с головами армян. Бабушка и дедушка по материнской линии, убегая из мужа, стали свидетелями, как женщина продолжала кормить умершего новорожденного ребенка. Семья мамы и бабушки была казнена в Карсе за то, что они были священниками. Мой дедушка по материнской линии – единственный выживший в семье и был отправлен в сиротский приют Красного Креста. Эти истории, передаваемые из поколения в поколение, постоянно напоминают нам о том, что мы выжили после жестоких нападений Турции. Во время Арцахской войны 2020 года ее решимость укрепилась, осознавая необходимость защищать то, что постоянно находится под угрозой. Преподавая армянский танец, историю и искусство, Ева стремится вдохновлять молодое поколение, принять свое наследие и бороться за свои права. Григориан призывает армян всего мира делиться своими историями и бороться за справедливость. Газета «Жоговурт» пишет, еще 30 мая 2023 года была приостановлена эксплуатация золотого рудника «Сотка», поскольку с 14 апреля Азербайджан начал обстрелы в направлении рудника. Рабочий персонал неоднократно пытался вернуться к выполнению рабочих обязанностей, но этому мешали выстрелы из агрессивного оружия разного калибра. После этого продолжение работ в открытом карьере «Сотка» стало невозможным и было принято решение о приостановке эксплуатации карьера. В редакцию «Арнур А.М.» от многих жителей Бортниса поступает предупреждение, что в ближайшее время золоторудный карьер «Сотке» может быть снова запущен. Чтобы выяснить, реально ли вновь возобновление работы карьера и соответствуют ли действительно слухи о его повторной эксплуатации, «Арнур А.М.» связался с Рузаной Григориан, директором по внешним связям и социальной политике компании «Геопромайни Голд». В беседе с «Арнур А.М.» Рузанна Григориан заявила, что не располагает такой информацией. Другими словами, некоторые круги обманывают жителей Бортниса. Фотограф и режиссер с армянскими корнями Сера Агджан в интервью с Армении «Хаб А.М.» рассказала о своем документальном фильме «Любимая Эф» о героине своей бабушки, пережившей геноцид 1915 года. Агджан описала свой путь в сферу фотографии и кинематографии, отметив, фотография всегда была средством самовыражения и понимания мира. В 2003 году Агджан основала фотостудию «Нарфотос». В 2006 году запустила проект «Мегра Барев», направленный на установление связей между армянским и турецким обществом. Агджан рассказала, что случайно узнала о истории бабушки и решила исследовать, но столкнулась со многими трудностями из-за отсутствия информации и молчания о прошлом. Документальный фильм «Любимая Эф», основанный на письмах бабушки, представляет историю ее жизни как армянской женщины и о многих подобных судьбах Западной Армении. Агджан подчеркивает, такие истории трудно становятся услышанными, особенно для тех, кто живет в удаленных уголках Западной Армении. Приветствую тебя, Астхик, богиня-добродетели, владычица Вагна. Ты благословена для армян, и благословена твоя самоотверженная любовь. Сияющая королева богиня Вартер. Дай дыхание любви, даруй стремление к любви. Чтобы, как и ты, быть небесным в любви. И из небесного вдохновения я спою неугасимую песню о своей любви. Ари вортынер, айказунер, астхик аромаки. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Ари вортынер, айказунер, 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 айказунер. Продолжение следует...